МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши очередной сеанс правительственной связи. И сегодня у нас в студии председатель правительства Чувашской республики Иван Моторин. Иван Борисович, добрый вечер. Добрый вечер. Иван Борисович, так уж повелось, что самые сложные, самые проблемные вопросы всегда достаются вам. Ну, как-то вот так у нас сложилось. И, в общем, мне бы тоже хотелось начать с экономических новостей, которые не слишком утешительны. Индекс промышленного производства в первом квартале 2013 года меньше, чем ожидалось и меньше, чем хотелось бы. Сокращение производства наблюдается во многих подвидах экономической деятельности. Каковы объективные и субъективные причины этого явления? Или, возможно, я просто сгущаю краски, и это такая обычная ситуация для начала года экономического? Вы говорите совершенно правильно. Ситуация необычная. Если посмотреть на цифры предыдущих годов, это 10, 11, 12, то первый квартал всегда показывал неплохую динамику и давал, в общем-то, тренд роста всего промышленного производства, экономики в целом для региона. Да, задел на год, совершенно верно. И хорошо видно по статистике прошлого года, когда задел первого, второго квартала, позволил нам завершить достойно 2012 год. Если смотреть на итоги первого квартала, нужно обратиться опять же в конец 2012 года, когда с октября месяца наметился определенный спад в промышленном производстве, и мы месяц к месяцу показывали статистику ниже 100% предыдущего месяца, она сохранилась до февраля текущего года, и как фактор мы имеем сегодня по первому кварту такие пока не очень оптимистичные цифры. Единственное, чтобы сориентировать на положительный прогноз по итогам года, могу сказать, что март показал, что мы впервые уже к февралю, и посмотреть в сравнении с прошлым годом, мартом к прошлым годам уже более стабильно начали работать, а к февралю текущего года у нас есть определенный прирост. Прогноз, который дает Министерство экономического развития, на уровне 100%, я по опыту, наверное, такого падения могу сказать, что, наверное, все-таки мы будем где-то на уровне от 95% до 100% по году, если сохранятся вот те тенденции, которые в марте имеются уже в обрабатывающем производстве. А что необходимо для того, чтобы переломить эту тенденцию? В первую очередь спрос на ту продукцию, которую производит наше промышленное предприятие. Начиная с октября месяца практически не работал промо-трактор вагон. Это в отгрузке порядка 8% всего обрабатывающего производства Чувашской республики. И вот в марте он заработал, началась загрузка мощностей. Есть заказы на апрель месяц, май. То есть я надеюсь, что все это сохранится. Были определенные сложности в электротехнической... Что для нас вообще неожиданно. Это в первую очередь связано, что партнеры крупной компании и наши исполнители зависят от тех аукционных, контрактных процедур, которые необходимо провести, соответственно, таким гигантам, как ФСК, Бороскарус, Гидро, Росатом. Была небольшая задержка. Она в первую очередь была связана с тем, что идет корректировка инвестиционных программ у этих компаний. Тоже закладывается на более такие консервативные инвестиционные программы на текущий год. Это в первую очередь связано вообще с общей ситуацией в экономике, как в мире, так и в Российской Федерации. Соответственно, и наши компании немножко запоздали с заключением контрактов, ну и, соответственно, с загрузкой мощностей. Сегодня из 12 подвидов 8 у нас пока в минусе по отношению к прошлому году. По 4 подвидам ситуация складывается неплохая. Надеюсь, что второй квартал будет определяющим. Можно будет говорить уже более точно об итогах года. Какие усилия предпринимаются для того, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки, найти новых потенциальных партнеров? В этом плане правительство всегда активно работало. Это и выставочная деятельность, это возможность проведения прямых переговоров с государственными компаниями, о которых я сказал, это МРСК, ФСК, это выставка «Релавэкспо», которая у нас будет в апреле месяце, и со всей страны и из-за рубежа съедут с компанией, работающей в этой отрасли. Это возможность предоставления каких-то инвестиционных преференций организациям в своей работе, кто собирается реализовывать планы. То есть те направления, которые были выбраны в предыдущие годы, мы их сохраняем. Иван Борисович, на фоне вот такого вот отставания наших известных, можно сказать, промышленных зубров, чулочно-трикотажная фабрика впервые после долгого перерыва наконец-то выглядит очень даже, я бы сказала, убедительно. Я понимаю, что это по сравнению с совсем низким уровнем, то есть продемонстрировал такой рост. Но, тем не менее, это означает, что политика, проводимая правительством республики в отношении этого предприятия, оказалась абсолютно правильной. Я для себя могу сказать и, наверное, быть уверенным в том, что наконец-то заканчиваются окончательно конкурсные процедуры, хотя арбитражный суд продлил еще конкурсный производство на полгода. Но это уже идет реализация таких небольших объектов, которые, в общем-то, не могут сильно повлиять на общую картину по собственникам, которые определились как на ХБК, так и на Чебоксарском трикотажной фабрике. Сегодня есть предприниматель, который владеет данным комплексом. Те обещания, которые были озвучены перед правительством, что будет сохранен профиль работы предприятия, на сегодня они выполняются. То есть коллектив работает, порядка 800 человек работает в фабрике. Если смотреть статистику, с ростом они работают к первому кварталу 2012 года, 111,6%. Год завершен тоже свыше 100%, 104,5%. Чуть-чуть уменьшилось число работников, но в то же время можно отметить положительную тенденцию. Но все-таки это гораздо меньше, чем предполагалось изначально. Ну, так скажем, на момент перехода к нынешнему собственнику работников было около 950-970 человек. Но я хочу отметить отрадный факт, что выросла зародная плата на предприятии почти на 34%. То есть за счет оптимизации занятого персонала идет рост зародной платы. Сегодня он порядка 15 тысяч рублей выше, чем в целом по данному виду деятельности. И есть планы по загрузке дополнительной мощности. Сегодня сформировано заказ на весенне-летнюю коллекцию. Ведутся переговоры с партнерами по покупке нового оборудования и открытию новых направлений. Если все, что задумано, будет выполнено, я думаю, можно, по крайней мере, быть спокойным за работу данного предприятия. Но успокаиваться рано. Необходимо, чтобы предприятие устойчиво поработало, по крайней мере, 3-4 года, чтобы представлять о его бизнес-перспективах на будущее. Ну вот если говорить действительно о челочной трикотажной фабрике, то здесь все объединенные усилия и органов власти, и предпринимательства, и промышленных руководителей, они увенчались успехом. А как быть с предприятием, допустим, Санумбев или с заводом солнечных модулей? Вроде как им тоже необходима помощь. Может быть, имеет смысл тоже разработать какую-то специальную адресную политику для поддержки этих предприятий? Как у них обстоят дела? Это предприятие и бизнес-проект немного с разной направленностью. Если говорить о Санумбев, это сегодня хорошо работающее предприятие. Да, оно далеко от загрузки тех объемов, которые имелись еще 4-5 лет назад, когда практически на 60-70% выпускалось больше продукции к нынешнему объему выпускаемой продукции пива. Но это связано с общей тенденцией общероссийской. Сегодня у компании Санумбев мощностей почти в два раза больше, чем на сегодня они выпускают на них пиво. Идет оптимизация этих мощностей. Закрыт завод в Курске, закрыт завод в Ленинградской области. Это бывший завод Тиньков, который в свое время они выкупили у соответствующего собственника. И, соответственно, подошли вопросы оптимизации и по другим заводам. Сделано предложение по субсидированию части выпускаемой продукции. Это 2 рубля на литр выпускаемой продукции. Для сравнения, сегодня с 1 литра пива платится бюджет акциз 15 рублей. Сегодня идут переговоры с компанией, возможно ли это за счет бюджета. Хотя позиция республики, все-таки акцизные товары, касается ли это пива или водочной алкогольной продукции, не должны субсидироваться со стороны государства. Так как это общефедеральная политика. И мы в своем письме и правительство республики, а глава непосредственно такое обращение сделал председатель правительства Российской Федерации. Мы обозначили, что здесь федеральное правительство должно дать вводную региону, чтобы мы не становились заложниками такой ситуации, когда идет шантаж со стороны собственника. Для региона это серьезные потери. Сегодня данный завод общих налогов с акцизами платит порядка 600 миллионов рублей. Для сравнения на 3% собственных доходов республики и соответственно социальные объекты и так далее. Сегодня буквально вышла статья в российской газете, где позиция, которую заняла правительство Чувашской республики, понята со стороны федеральных органов власти. Рассмотрено это на наблюдательном совете при ФАСЕ, федеральной антимонопольной службе. И совместно с министерством финансов в ближайшее время будут разработаны рекомендации для регионов. Я думаю, что такие предложения в дальнейшем станут редкостью. И мы будем работать нормально, цивилизованно. Что касается Хирио, предприятия пока не работают. Основная проблема, понятно, что при бизнес-планировании, защите проекта, принятии, инвестировании в него была одна ситуация экономическая в мире, даже не в Российской Федерации. Были одни программы поддержки данной солнечной отрасли в Евросоюзе, в Америке, в Азии. Были планы по поддержке данной отрасли непосредственно в Российской Федерации. За то время, пока проект реализовался, многое изменилось. Сегодня для его успешного запуска, в первую очередь, необходимо понимать, кто будет потребителем данной продукции и как, соответственно, экономически обоснованно он будет существовать. Сегодня сформированы целый ряд предложений со стороны непосредственно Роснано, непосредственно со стороны Реновы. Они направлены в адрес правительства Российской Федерации. Буквально два дня назад до нас дошло поручение первого вице-премьера господина Шувалова о том, что необходимо рассмотреть комплекс мер по поддержке данного предприятия. Будем рассматривать. Я надеюсь, что высокие профессионалы работают над реализацией данного проекта. Они найдут оптимальный выход без особых потерь для этого проекта. На первой стадии это удешевление стоимости кредитных ресурсов, которые обслуживаются только по процентам. В Роснано свыше 4 миллиардов рублей с данного проекта заплачено инициаторами проекта. Соответственно, будет ли это поддержка правительства России по субсидированию или какие-то иные формы, мы в ближайшее время увидим. Сегодня завод и пусконаладка на нем работают в плановом режиме. Проблем по запуску больших нет. То есть, в принципе, можно форсировано в ближайшие сроки, которые обозначены в ноябре, текущий год, все это запустить. Вопрос основной. Потребитель данной продукции. Я надеюсь, что мы совместно с правительством России, с Роснано и Реновой данные вопросы решим. Уже в мае и июне ожидаются в Чувашии два крупных события. Это совещание с участием Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» и Чуваксарский экономический форум, уже шестой по счету. Каковы ваши прогнозы? Что ожидает правительство Чувашии от этих двух событий? Какого эффекта? И какие задачи вы ставите перед министрами, перед отраслями, перед руководителями предприятий? Если говорить об РЖД, это наш давний партнер и целый ряд предприятий сегодня нацелены на удовлетворение своей продукции и их потребностей. Естественно, те вводные, которые даются на данных совещаниях, это в первую очередь ориентир по разработке новой инновационной продукции, ориентир для предприятий по смене какой-то линейки своей продукции и, естественно, соответствия критериям, которые имеются в РЖД. Мы всегда находили общий язык, он был и у органов исполнительной власти с РЖД на таком конструктивном уровне. Ну и наши предприятия, они, еще раз я подчеркиваю, всегда откликались на нужные российские железные дороги. Я надеюсь, что это даст нам дополнительную загрузку нашей мощности. Есть надежда, что удастся решить проблемы промо-трактор-вагон? Как раз сегодня промо-трактор-вагон работает в первую очередь с грузовыми компаниями. Где-то есть участие и в том числе и РЖД, но в большей части они сегодня частные компании. И здесь понимание имеется. Большой потребитель, наверное, был в свое время РЖД и его дочерние компании, это по литейному производству. Здесь тоже есть подвижки. И сегодняшняя загрузка, которая пошла на предприятиях по марту, в начале разговора я уже отмечал, здесь есть усилия и РЖД, и их партнеров в более широком смысле этого слова. Что касается шестого экономического форума, я думаю, он тоже будет интересен, чем в первую очередь у нас пройдут заседания технических платформ, которые не первый год уже реализуются при правительстве Российской Федерации. То есть это серьезные эксперты в определенных отраслях. Это и биотехнологии, это и развитие композиционных материалов. То есть будет и научная общественность, будут и предприятия, которые производят эти изделия, ну и, соответственно, потребители. И все это будет проходить на российском уровне. То есть, в принципе, мы не являемся председателями и не обеспечиваем работу тех платформ. Мы участники там. Соответственно, были обращения, отклик они нашли, и вот все это пройдет в июне. Сейчас имеется информация, что у нас пройдет, наверное, большое мероприятие в рамках форума под эгидой Международной финансовой корпорации, скорее всего, по Восточной Европе директор. Пока это предварительная договоренность. Я надеюсь, что наш министерство финансов данную работу в ближайшее время завершит. Это тоже будет интересно как для регионов, так и для наших финансовых институтов. И для тех, кто реализует проекты в области инфраструктуры. Иван Борисович, такой традиционный с некоторых пор вопрос. Как продвигается строительство полигона для твердых бытовых отходов? Что там нового? Строительство продвигается тяжело. Давно и не один раз обсуждалась проблема качества подрядных организаций, своевременности исполнения, качества проектных работ. Мы продвинулись в первую очередь по внесению изменений в проект. В том числе были предусмотрены средства на корректировку проекта в рамках бюджетного процесса, при уточнении бюджета. И, соответственно, определились с проблемным подрядчиком. По одному проекту заключается мировое соглашение с администрацией городного Чебоксарска, где, скорее всего, данная подрядная организация уйдет. Это, конечно, не облегчает нам в каком-то временном плане работу, так как есть процедура 94-го закона о госзакупках. И необходимо будет на остаток работ провести, соответственно, конкурсные процедуры. У меня есть надежда, что придет подрядная организация с пониманием, как их завершить до конца. Задачу по вводу первой карты полигона никто не снимал. Объездная дорога, она торгованно определена подрядной организацией. И победитель заверил, что до конца этого года, ориентировочно в сентябре-октябре, она будет в полном объеме сдана. То есть мы подойдем, в первую очередь, к реализации проекта со стороны частных средств, частного инвестора. Здесь есть определенные сложности, так как уже не первый инвестор, инвестор, который заявлялся в конечном счете, приостанавливал свою работу по тем или иным причинам. У частных инвесторов, понятно, свои интересы. Когда нам удастся достичь такого компромисса интересов? Сегодня достигнут главный компромисс. Город Чебоксары, соответственно, Новочебоксарск, другие муниципалитеты, кто будет пользоваться данным полигоном, мы и, соответственно, наше министерство, правительство Чувашия приняли решение выставить вот эту частную часть проекта на конкурс по заключению конституционного соглашения. И вот данную работу мы в ближайшие месяцы должны завершить. И тогда будут более жесткие, наверное, условия по отношению к частному инвестору. Будут определенные гарантии по исполнению своей работы в срок. Ориентир завершения полного и сдачу данного объекта опять же никто не снимал. После корректировки наших задач, которые прошли в 2011 году, мы планируем его сдать в 2014 году в полном объеме. И, соответственно, он заработает на благо республики, ну и в первую очередь жителей городов Новочебоксарска, Чебоксарска, Мариинска, Посадского района. Если какие-то из муниципалитетов присоединятся к этому, мы будем только рано. Что касается прежнего подрядчика, насколько я в курсе, собственно говоря, об этом, по-моему, уже вся республика в курсе, у него есть еще несколько объектов с примерно одинаковой судьбой. То есть там давным-давно уже сроки сдачи все прошли. Где-то год, где-то 10 месяцев. Вот совсем недавно вы сами предприняли объезд этих объектов. Понятно, что сейчас органы власти, муниципальные, государственные, связаны с законодательством о проведении аукционов, о проведении торгов на размещении государственного муниципального заказа. Как возможно ли сделать так, чтобы недобросовестные подрядчики не могли просто вот так вот настолько легко проскочить и оказаться в числе победителей этих конкурсов? Наверное, любой госзаказчик желает получить хорошую добросовестную подрядную организацию на свои объекты и постараться получить какую-то экономию. Иногда это бывает тяжело сделать по определенным причинам. Но сегодня у госзаказчиков имеется весь набор инструментов в рамках закона и действующего 94 ФСЗ. и с 2014 года нового закона по контрактной системе, который подписан президентом Российской Федерации. Просто нужно этим инструментом пользоваться. Это и обеспечение госгарантии, страхование строительных рисков, не, так скажем, не виртуально, а именно, чтобы они были предоставлены в ходе проведения аукционных процедур и заключения контракта. Соответственно, да, это дает небольшое удорожание. К стоимости проекта, так как и гарантии, и страховые риски, они носят платную основу. Но, тем не менее, это дает более серьезную ответственность со стороны участников торгов. Плюс мы сегодня и со стороны муниципальных заказчиков, и государственных заказчиков реализуем политику не оставлять безнаказанным недобросовестной подрядной организации. Практически по всем гособъектам, где есть нарушение контрактных условий, сегодня ведутся судебные тяжбы, сегодня предъявляются претензии в виде пении штрафов. Соответственно, если будет создана такая практика, такие прецеденты, в дальнейшем это даст возможность уже заказчикам более внимательно давать вводные для исполнителей, что их недобросовестная работа не останется незамеченной. И уже со стороны подрядных организаций более внимательно относиться к своим возможностям и исполнению взятых на себя обязательств. Иван Борисович, слава Богу, в этом году паводок практически завершился, можно уже так сказать. Во всяком случае, никаких очень неприятных и неожиданных вещей ждать не приходится. Что предпринимается для предупреждения воздействия паводка на ближайшую перспективу? То есть через год, через два, через три, он же все равно когда-то возвращается. В двух словах о паводке текущего года каких-то стихийных, необычных явлений, которые могли быть, их не было. И по оценке даже не органов исполнительной власти, а по оценке жителей, и Цивильска, АлатРа, паводок носил традиционный характер для тех территорий, которые находятся в зоне подтопления. Был, наверное, какой-то неожиданный сюрприз со стороны реки Бездна в АлатРском районе, когда образовался затор, и вода вышла на улицу населенного пункта Барки. Вот, наверное, это единственное явление, которое выбивалось из традиционности, которое происходит. Из привычного сценария. Из привычного сценария. Но надо говорить о том, и вы совершенно правы, что подтопление, какое бы оно минимальным ни было, это все-таки ненормально, когда жилые дома находятся в зоне подтопления, с ученым того, что у нас все-таки нет таких глобальных стихийных бедствий, как ураганы, смерчи, приливов морских. То есть, в принципе, и реки такие, как и Сурарь, и АллатРа, и Бездна, в общем-то, вполне контролированы. Соответственно, правительство Республики велась работа на протяжении последних трех лет. В чем она выразилась? Была принята программа республиканской водохозяйственной деятельности до 2020 года. Была она защищена на уровне Российской Федерации. И сегодня мы, как и другие субъекты Федерации, имеем полное право для участия в конкурсных процедурах, которые проводят Росводресурсы России. В текущем году была подана заявка по строительству берега укрепительных сооружений города Цивильска. И с этого года, после проведения, опять же, аукционных процедур, определится подрядная организация и начнется строительство. В течение, наверное, двух лет мы, я думаю, этот объект построим. И по заверениям специалистам, что поводок для Цивильска останется в прошлом. Вот уж Тихвинском монастыре на этом улице сейчас. В Тихвинском монастыре он был защищен в рамках реализации первого этапа проекта. Это где-то в 2004 году он был завершен. Но вот большая часть, кто попадал в затопление, он этим проектом будет закрыт. Сегодня есть, так скажем, направление решения данной проблемы по Алатвию. Дано поручение по проектированию. Я надеюсь, что вся работа со стороны Минприроды будет завершена. И мы также примем участие, так как федеральная программа не ограничивается одним годом. И я думаю, что мы решим в ближайшие годы совместно за счет как федеральной, так и своих средств данного. Ну вот еще о теме большой воды, чистой воды. Буквально недавно такая вот очень приятная новость о том, что в республику поступил очередной транш из федерального бюджета на строительство, на реализацию программы «Чистая вода». О какой сумме идет речь, на что она пойдет, и сколько готова вложить республика для того, чтобы уже завершить эту программу. И когда можно будет говорить о завершении программы «Чистая вода»? Ну, наша программа, она рассчитана до 2020 года, то есть год завершения. Ну, совсем немного осталось. Если в полном объеме она будет выполнена, и, соответственно, будут финансовые средства, которые обозначены в данной программе, то в 2020 году, наверное, мы в большей части ее должны завершить. Что касается федеральной программы, она рассчитана на 2011-2017 годы, третий год она реализуется, и третий год Чувашка Республик принимает в ней участие. Первый год это было в 2016-2017, 5,5 миллионов рублей, в прошлом году 271, в этом году 207 миллионов рублей. Что касается объектов, заявленных в 2013 году, это очистные сооружения поселка Ибриси и села Шхазан. То есть деньги обозначены со стороны Федерации, там есть условия софинансирования, мы его в полном объеме выполняем. А в целом по программе «Чистая вода» на этот год со стороны Республики финансирование предполагается порядка 690 миллионов рублей на все объекты, в том числе, которые я назвал. Ну а в небюджетных источниках в целом порядка 2 миллиардов рублей различными организациями, водоканалами, иными эксплуатирующими организациями планируется вложить в объекты инфраструктуры. То есть здесь нет никаких сложностей, все идет по плану? Плановая работа, я думаю, что и в последующие годы мы будем принимать участие. Единственное, с каждым годом конкуренция за те небольшие средства, которые дает Федерация, между регионами они обостряются, но я надеюсь, что наши проекты, позиция в конечном счете будет эффективно отставиться и в последующий год. Иван Борисович, и в завершение нашего разговора мне бы хотелось задать вопрос, который не совсем имеет отношение к теме нашей сегодняшней беседы, но тем не менее. Кого из премьер-министров российской истории новейшего периода вы считаете, возможно, своим учителем или образцом для подражания? Или кто из них произвел на вас наиболее такое серьезное впечатление? Кто был вам более интересен? Учитель, наверное, это громко. С учетом того, что со многими, и с большинством, я, наверное, не знаком, например. Если касаться новейшей, я так понимаю, это 90-е, 2000-е годы, Евгений Максимович, наверное, Примаков все-таки мне ближе по духу, вот по его ведению дела и собрать советскую историю Алексея Николаевича Косыгин. Ну, а в Российской империи, наверное, мне тяжело назвать. Я не сторонник Столупина, я считаю, что очень много негативного было со стороны данного премьера сделано по отношению к России. Ну, чем импонирует Ром Косыгин? Мне импонирует тем, что комплексный подход себя существовал данного политического деятеля. он стоял у истоков реформы 60-х годов, который проходил в Советском Союзе. Были реализованы целый ряд проектов, которые мы и сегодня пользуемся. Это в части развития газоносных провинций, развития нефтеносных провинций. То есть, учитывая, что это сложнейшие моменты были, если сегодня зачастую Россия испытывает определенные проблемы по освоению шельфа, к примеру, то есть, у нас нет каких-то технологий. Тогда, то есть, 40-50 лет назад вы можете представить, какими усилиями все эти вопросы реализовывались, учитывая, что много было нерешенных вопросов социального характера. То есть, вот, мне эти вещи нравятся. Много было жилищного строительства. Соответственно, тоже это комплексный подход. И с учетом роста городов, которого, заметьте, сегодня такого масштабного нет, и, соответственно, тогда задача очень остро стояла. Вы представьте, там, Чебоксары к 60-му году это было 50-60 тысяч человек. И за 10-20 лет это стал город в 350 тысяч человек. Задумайтесь, в 5-6 раз. Я помню, табличка на улице Привокзальной, это где-то, по-моему, самое начало 70-х годов, о том, что вот с водом этого дома количество жилой площади превысило миллион квадратных метров Чебоксара. То есть, ну, нужно понимать, что экономика должна была работать как единый механизм, чтобы решать вот эти задачи. И они, в общем-то, где-то эффективны, где-то неэффективны, но решались. Все сторонник комплексного подхода во всем. Наверное, планового комплексного подхода в развитии экономики Республики и России в целом. Спасибо большое, Иван Борисович. И напомню, что сегодня у нас в студии был председатель правительства Чувашской Республики Иван Борисович Моторин. Всего доброго. И до следующего сеанса правительственной связи. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин